Всем привет! Это видео это обзор маркеров скетчмаркер, но именно комплектации браш. Я делала заказ этих маркеров поштучно через магазин артмаркер. Все приехало в таких коробочках и в одну такую коробочку помещается 8 маркеров. Я уже все маркеры достала, переложила в сумку. Эта сумка тоже когда-то была наполнена маркерами скетчмаркер. Тут был набор архитектуры. Я его заказывала в прошлом году и он весь полностью умер, потому что я активно ими рисовала и заправляла их. Теперь тут живут новые браш. Сумка идеально сохранилась, она очень удобная по-прежнему и рассчитана на набор из 36 маркеров. Мне так понравилась эта упаковка, эти коробочки, что я даже не стала их выкидывать, а решила отложить, спрятать и сохранить. Хочу выбросить у скетчмаркер побольше наборов, которые выйдут у меня с ними совместные, надеюсь, уже в этом году. Надеюсь, что большинство людей будет смотреть это видео все-таки в 2019, потому что я записываю его перед концом 2018 и ожиданием нового года 2019. Так вот, возвращаясь к коробкам, хочу скетчмаркер выпросить побольше наборов, сколько они мне смогут предоставить, распотрошить их и отправить ребятам, которые поддерживают меня на патреон в качестве подарков. Это будут мои авторские наборы и цвета маркеров будут мои самые любимые, самые часто используемые. Надеюсь, они вам тоже понравятся. Маркеры я выбирала поштучно, часть цветов мне незнакомы и я буду первый раз ими пользоваться, не знаю, какие они будут красивые или нет, а часть цветов я в них уверена и я их заказала и выбрала, потому что мне не нравятся. Я рисовала этими цветами уже в других скетчмаркерах, которые пуля дала то. Черные маркеры выглядят очень стильно и как раз этот цвет черный это отличительная особенность от обычной стандартной линейки спиртовых маркеров фирмы скетчмаркер. Те белые, эти черные. На корпусе должна быть устойчивая и нестираемая надпись, по крайней мере в линейке обычных маркеров Долото пуля, там все ок с этим. Мне очень нравится, что на самом корпусе есть отметочки где какое перо и хочу сразу сказать, мне вот эта комплектация не совсем подходит, потому что я хочу, чтобы на месте Долото была пуля. Если у вас наоборот все хорошо и вам так удобно, то я очень рада за вас. Вам эти маркеры точно подойдут и понравятся. Ну, либо вы уже ими пользуетесь и вам все ок. Внешне это перо, кисть выглядит очень круто. Надеюсь, что оно выдержит много рисований и будет в таком же состоянии до самого финала, пока маркер не закончится. Пока буду искать ту самую картинку, которую я подготовила для сегодняшнего видосика. Покажу вам немножко раскрасок и расскажу о своих планах по поводу раскрасок. Я начала сотрудничать с одним приложением, рисовать для этого приложения. Это Calorine Magic Books. Думаю, что если вы скачаете это приложение и начнете им пользоваться, то вы без труда мои картинки заметите. И вся эта раскрасочная тема натолкнула меня на то, что я хочу сделать не виртуальную раскраску, а бумажную. И я уже имею несколько предложений от нескольких компаний. Я просто выбираю пока что с кем мне хотелось бы посотрудничать, потому что это такое дело очень ответственное. Отдавать права и лицензии на все свои работы нужно тут, короче, подумать. В следующем году хочу все-таки выпустить раскраску, печатную. Ну, как раз вот все эти картинки можно найти в приложении, про который я говорила. Если что, ищите ссылку на него в описании под роликом. Кстати, вот эти котики мне очень нравятся. Я решила, что обложку для набора маркеров совместно со скетчмаркер буду рисовать а-ля котика цветочки. Так что скоро будет такое видео. Ну и сегодня я порисую с вами свиночек, потому что год все-таки хрюшей поросеночей наступает, и я решила, что это будет отлично порисовать свиночек и посмотреть, как справиться с этим маркеры от скетчмаркер с наконечниками браш. И до лото. Я буду рисовать на бумаге светокопия. Я знаю, что маркеры скетчмаркер во все свои маркеры заливают одни чернила, и я знаю, что на этой бумаге они будут вести себя просто отлично. Так уж вышло, что я почему-то решила нарисовать эту картинку именно на этой бумаге, перерисовывать уже не стала. А делать выкраску и тестить цвета я буду на специальной бумаге для маркеров от скетчмаркер. Этот альбом склейка формата А4. Видите, он у меня совершенно чистый. Вот один лист оторвало только для работы. Так, внешне она вроде неплоха, но слишком уж тонкая. 75 грамм, но она прям вот такая. Очень тонкая. Видите, какая она призрачная? Просто калечка. Вот для сравнения. Видно, конечно, но не так. А это прям супер прозрачность. Не хочу ругать заранее бумагу, потому что еще вообще ничего не пробовала именно на ней рисовать. Но так, если сравнивать с другими альбомами и с другой бумагой для маркеров, то она очень тонкая. Прям 30 грамм, а не 75. Но, на удивление, не мнется. Еще, когда заказываю что-либо в магазине Artmarker, они добавляют всякие стикеры в посылки. Я знаю, что там еще иногда присутствуют маленькие шоколадочки, но мне, видимо, шоколад не добавляют, потому что я не ем сладкое. Вредное сладкое, тут надо поправиться. И мне очень нравятся их визитки. Мне нравятся всякие слоганы. Прикольно сделано. Ладно, тесты. Смотрите, каких я классных ведьмочек нарисовала. Это, кстати, с кетч-маркерами, но только не брашами, а обычными. Все видно хорошо. Так, так, слежит все. Так, тесты. Я просто не уверена в этой бумаге, у меня началась сразу паника. Нет, нормально, все хорошо. Не пропускает пока. Но все равно мне страшно как-то. Ну, кстати, очень хороший цвет для свинопоросеночков. R32 Deep Pink. Насчет комплектации перьев в маркерах, мне кажется, это только дело удобства, вкуса и ваших собственных предпочтений. Не думаю, что стоит утверждать, что перьевые маркеры это вообще супер кайф, а все остальное это фигня. Думаю, что тут нужно выбирать от того, что вам нравится, что вы хотите получить. И к тому же маркеры с наконечником кисть, вот именно скетч-маркер, наверное, в полтора раза или в два раза дороже, чем маркеры этой же марки, но только с наконечником Долото Пули. Думаю, что для многих этот фактор тоже будет существенным. Ну и потом приятно всегда рисовать качественными материалами, которые стоят чуть дешевле. Я в каком-то видосе видела такую штуку именно с маркерами с наконечником кисть и очень хотела попробовать, но что-то у меня вообще ничего не получилось. Наверное, нужно тренироваться, либо связывать их между собой, чтобы все красиво ехало. Могу сказать, что я даже полюбила маркеры с наконечниками кисть, потому что до этого не верила, что есть маркеры с кисточкой, которая не убивается. Ну или хотя бы до того, как закончится в маркере чернила, она не убьется. А эта кисть прям очень качественная, очень плотная. Она подходит для каллиграфии. Кисть это, конечно, очень классно, потому что у тебя сразу несколько вариантов толщин и сразу несколько вариантов плотности цвета. То есть можно сразу темно все очень делать, насыщенное, либо быстренько и светленько. Думаю, что тут можно много всяких приемчиков придумать и за счет именно возможностей кисти делать какие-то фактуры, пятнышки, текстурки. Ну и думаю, что для определенного рода иллюстраций, например, если изображать волоски, какие-то шерстинки, либо более плавные переходы цвета в цвет, кисть удобнее. Ну и все получается более живописно, менее графично. Не знаю, насколько это хорошо. Мне кажется, ну вот для того, что я делаю, мне и так, и так ок. Просто кисть это что-то другое. Мне нравится качество заливки, мне нравится, как ведет себя кисть, мне нравится, как распределяется цвет. Единственное, что, ну может быть, это только так после обычных маркеров с наконечником Долото, когда ты красишь именно широкой кистью плоской, то у тебя заливка получается более ровной, более однородной. Тут она получается тоже ровной, ну по тому, как прокрываются чернила и заполняется какой-то участок цветом. Но все равно есть небольшая растяжка, то есть где-то есть кусочек более светлый, где-то более темный. Но для мелких элементов это ок. Это даже, наверное, хорошо какой-то живости добавляет. Но для больших площадей, наверное, ну эти кисти просто не подходят. Нужно рисовать другой кистью. Меня очень волновало, получится ли кистью делать всякие пятнышки, которым я привыкла. Да, они получаются, но они выглядят немного иначе. Из-за того, что само перо более мягкое, вот эти все дополнения получаются более размытыми. То есть я привыкла к такой четкой графике, когда ты рисуешь кружочек, он у тебя остается кружочком, а не становится пятном. Это видео я снимаю в 2018 году, говорила об этом в начале видео. И думаю, что стоит вас поздравить с Новым Годом, пожелать вам великолепного Нового Года. Пусть все будет прекрасно, хорошо и здорово. Пусть следующий год будет не хрюшным и не поросячьим, а приятным и хорошим. Мне очень нравятся эти свиняшеньки, потому что они такие уютные. Вначале я хотела делать их в два, в три цвета разных цвета. Например, там зеленый, фиолетовый. Но потом я решила, все-таки лучше пусть будет монохром. Вернее, это будет много разных оттенков близких цветов. Например, какой-то темный красный, светлый красный, розовый, менее розовый и так далее. Цвет свина в очках мне нравится больше. Он менее поросячий, навязчивый и более приятный. Ну и вообще он, наверное, какой-то телесный, потому что вот тот, которым я рисую сейчас, он тоже прикольный. Не могу сказать, что я там что-то испортила, но он более поросенковый. Поздно я придумала с полосками, но думаю, что тут можно просто после закрасить все белой гелевой ручкой. Линеры эти маркеры не размывают, лайн не течет. С гелевыми ручками тоже все отлично. Белая ручка также все перекрывает. С глазами, конечно, персонажи сразу становятся совсем другими, более живыми. Они такие милые, я бы съела каждого. А вы бы какого съели? Ну и как всегда, на финальную картинку можно посмотреть в инстаграмчике. Я все дорисую и покажу вам, что у меня вышло. Так, со свиночками закончили. Хочу показать вам еще несколько приемчиков, с которыми справляются эти маркеры. И эти приемчики круто делать именно маркерами с наконечниками браш. Очень полюбил этот цвет. Я его называю Uber Brown Red 42. Мне очень нравится набирать тон с помощью кистей и получаются более мягкие классные тени. Можно даже рисовать несколькими цветами, брать более светлый, потом добавлять более темный. Ну и вообще вот всякие полосочки и плановость, ну затемнение, конечно, проще делать такими маркерами. Хочу еще сделать с вами выкраску всех цветов, которые я выбрала. Может, кому-то что-то понравится. Ну и заодно посмотрю, насколько цвета отличаются от того, что показано на колпачках. Я, например, в этот раз почти не заказала никаких плохих цветов, то есть такие, которые мне вообще не нравятся. Да, есть такие цвета, которые, ну, не очень мне нравятся. И вот в этом заказе новых маркеров мне удалось этого избежать, потому что у меня очень было много маркеров с обычными наконечниками. И еще у меня был другой набор старенький архитектуры. Я решила, что я же могу выбирать маркеры по названиям. Я реально выбирала по названиям, несмотря на то, что это старая партия, то есть часть маркеров уже не выпускается, либо были изменены номера, названия остались теми же. И мне это очень сильно помогло, потому что вот все, что я заказывала, типа, как раньше было у меня, оно красивое. И эти цвета мне очень нравятся. О, какой кислотный розовый! Некрасивые цвета для меня слишком темные, либо слишком грязные и сложные. То есть ты смотришь на цвет и не понимаешь, что это фиолетовый, коричневый, красный. То есть он настолько темный и непонятный, что он становится просто такой какой-то грязькой. Я покажу вам все цвета, которые я выбрала и заказала с наконечником Rush, кроме серых. Ну, с серыми все понятно, они все красивые и серые. Не буду подписывать названия тех, которые мне не будут нравиться. Давайте так сделаем, попробуем. Смотрите, как я четко подобряла 4 разных тона близких. И это, кстати, все цвета, которые я выбрала для свинопоросеночков. Я подумала, что по всем этим оттенкам розового можно определять, насколько свинья свинья, и сколько уровней поросеночества, каков уровень свинящества в каждом поросенке. Эти маркеры я заказывала через сайт Artmarker. Я не знаю, что со мной, с моими мониторами, с моими экранами, но я прям никогда не попадаю в тот цвет, который мне нужен. Вот, например, я смотрю на зеленый, смотрю на реальную выкраску, смотрю на компьютерный цвет при заказе, и все равно мне приходит другой цвет. Есть у меня такое подозрение, что такая проблема не только у меня. Поэтому, если у вас есть возможность выбрать все вживую, то я вам прям очень рекомендую выбирать все вживую. Вы помните, какой он был? Я же не подписала его, потому что он не понравился, а сейчас он стал бледным и очень даже красивым. Так что этот цвет тоже ок. Вы видите сейчас живую выкраску B72 и B12. Я взяла два одинаковых, чтобы посмотреть, какой типа голубой мне больше приглянется. И только когда ты видишь вживую все вот эти вот составные части цвета, все эти оттенки, ты понимаешь, какой тебе цвет больше нравится. Да, когда это твой первый набор, и ты составляешь его по такому принципу. Мне нужен красный, мне нужен оранжевый, мне нужен зелененький. То есть такие базовые, простые цвета. Либо ты берешь цвета по стандартным названиям. Тогда да, ты выбираешь все, во всем уверен, все легко, но когда ты такой привереда странный, как я, это пипец, это очень сложно. Вот такого, чтобы прям вообще мне не нравился цвет, это, наверное, B72, потому что, ну, это просто голубой, он очень простой. Да, его есть куда применить, он хороший цвет, но к нему нужно какое-то прям прикольное дополнение, такое хороший другой цвет. И G61, вообще хочу сказать, что у скетчмаркер проблема с зелеными, на мой взгляд. Я попробовала всю палитру зеленых, и мне понравилось, наверное, два цвета. Но из того, что вот вы сейчас видите перед собой, ну, такие типа зеленые, не бирюзовые, красивые, на мой взгляд, G11 и G32. Ну, и G13 тоже можно к такому светло-зеленому отнести, желто-зеленому. G61, на мой вкус, это вообще, ну, такой простой зеленый среднего тона. В него бы добавить немножко красного или еще какого-нибудь такого теплого. Он был бы сложнее и интереснее. Я никого не заставляю любить те же самые цвета и выбирать цвета по такому же принципу, как я их выбираю. Своими мыслями по поводу того, как я вижу цвета, я поделилась, и мне будет очень интересно узнать, что думаете вы. Если вы пользуетесь маркерами скетчмаркер, или у вас есть просто какие-то отдельные любимые цвета или целые наборы, то поделитесь со мной в комментариях, мне будет очень интересно, потому что я собиратель цветов и всяких сочетаний, мне это все очень нравится. Хотела еще посмотреть соответствие цвета, который получается на бумаге, и цвет, который напечатан на колпачке. И блин, скетчмаркер очень молодцы, смотрите, прям похоже, как будто бы из этой штуки натекло такое пятно такого цвета. У меня тут, конечно, еще освещение странное. Круто, когда марка развивается и делает свой товар все лучше и лучше. Итог по маркерам скетчмаркер с наконечниками браш у меня такой. Они очень хороши. Это действительно профессиональные маркеры с отличным качеством перьев и с отличным качеством чернил. И даже теперь я пересмотрю свое отношение к маркерам типа браш и попробую ими побольше пользоваться и рисовать именно такими маркерами. Ну, по крайней мере, вон сколько у меня скетчмаркеров, мне точно надолго хватит. Ну, и еще грандиозно большой и приятный плюс этих маркеров это их стоимость. Потому что, когда ты покупаешь какой-то качественный продукт за не очень дорого, это всегда очень приятно. И чаще всего качество равно высокая стоимость. Но мне нравится, что эта тенденция меняется и можно найти действительно качественные и недорогие материалы. Это очень круто. Да, может быть мне не все цвета понравились, но опустим это. Всем волшебной недели, приятной зимы, увидимся в следующем видео.